Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня украинский политический обозреватель Юрий Райхель. Здравствуйте, Юрий Борисович. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Если вы звоните из-за рубежа, код плюс 371 и номер WhatsApp, по которому можно писать сообщение 2306191. Юрий Борисович, в Белом доме уже подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября. Президент Украины, опять же, Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на мощную и предметную встречу с президентом США. Каких итогов можно ожидать, на ваш взгляд, будут ли достигнуты какие-то договоренности? Скорее всего, в первую очередь, речь пойдет о усилении военно-технического сотрудничества, потому что на сегодняшний день украинская армия, она находится в стадии полного перевооружения, отказа от советского оружия, и украинский военно-промышленный комплекс не в полной мере может в ближайшие годы поставить для нашей армии необходимое вооружение, особенно это касается ракетного вооружения, некоторых видов связи и так далее. Вторая очень большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это переход в вооружениях на стандарты НАТО, это отказ от советских боеприпасов, а дело в том, что ряд заводов, производящих боеприпасы, остались на неподконтрольной территории, и они полностью разрушены и вывезены в Российских оборудованиях, и это тоже у нас определенная проблема, она сейчас решается, но тем не менее до ее полного разрешения есть некоторые вещи, из-за которых нам нужна поддержка наших западных партнеров и, конечно, в первую очередь Соединенных Штатов. Вторая проблема – это обучение украинской армии, она сейчас интенсивно идет, и у нас очень много маневров совместно со странами НАТО и общие войсковые соединения есть. Это, что касается военно-технического сотрудничества, еще одна очень большая часть – это поддержка в связи с тем, что мы отражаем агрессию России на Донбассе, и хотя Соединенные Штаты не являются членом нормандского формата, тем не менее влияние Соединенных Штатов очень велико, и об этом будет тоже идти предметный разговор на встрече Трампа с Зеленским. Ну и есть еще целый ряд экономических проблем, в том числе и поддержка Соединенных Штатов в Международном валютном фонде и в отношении Украины, ну и так далее. Вот это основной комплекс тех вопросов, которые, видимо, будут решаться на этой встрече. Но вряд ли будут подписаны какие-то документы, в отличие от встречи президента Трампа с польским президентом Дудой, там будет уже очевидно подписан соответствующий документ о дополнительном размещении американских войск на территории Польши, и там их более плотного стационирования. Здесь этого ожидать не следует, и, скорее всего, будет еще предметный разговор о будущем официальном визите Зеленского в Соединенные Штаты. Интересно, что президент Эстонии Керсти Кальюрент, она сказала о том, что Евросоюз устал от Украины. Вот чувствуете, что западные партнеры устали от Украины, устали от проблем, которые есть в вашей стране. Вообще ощущается ли такое охлаждение, может быть, и снижение интереса? Нет, скорее всего, это определенная фигура речи, которая должна подтолкнуть украинские власти к более активной борьбе с коррупцией, которая, конечно же, от украинской коррупции Европа, наши западные партнеры точно устали. Вот это действительно, это факт, и он его сейчас в Украине очень осознается, и мы рассчитываем на то, что вопрос борьбы с коррупцией перейдет от слов к делу. Скорее всего, это произойдет, видимо, уже в начале будущего года, когда соответствующие не только антикоррупционные органы, а целый ряд антикоррупционных законов будут приняты в Верховной Раде. Они уже давно там лежат, но предыдущая администрация не проявляла особого интереса к их принятию, потому что в значительной степени была вовлечена в этот круг. Эта администрация, по крайней мере, на сегодняшний день в этом смысле свобода. Сейчас вы видите, в какую сторону меняется Украина? Чувствуете ли вы, что наступила какая-то эпоха перемен при Зеленском? Она в основном находится в стадии ожидания каких-то перемен, потому что то, что сейчас было принято, оно в значительной степени носит такой пиаровский характер и задел на будущее. То есть, например, вот такая мелкая деталь, которая всех очень сильно раздражала, это, допустим, голосование депутатов друг с от друга, то, что депутаты месяцами не являлись на заседании Верховной Рады. Это, конечно, такие символические вещи, но они находят очень серьезный отклик в обществе и в результате рейтинг Зеленского даже увеличился на 5-6%, достигнув 80%, вплотную приблизившись когда-то к рейтингу Путина. Ну, о каком-то векторе развития сейчас при Зеленском пока рано говорить, насколько я понимаю с ваших слов. Да, конечно, но, во-первых, экономика – очень инерционный механизм. И даже если сейчас принять те необходимые законы, которые сейчас, видимо, до конца года будут приняты, то результаты экономические скажутся не раньше осени будущего года. Вторая часть – это, конечно, целый ряд политических изменений, которые тоже скажутся не сразу, а впервые мы их можем реально увидеть. Примерно через год, в октябре будущего года у нас местные выборы, и они должны пройти в условиях очень серьезного реформирования с точки зрения децентрализации. Потому что Украина до сегодняшнего дня остается в значительной степени советским централизованным государством. И вот те законы, которые уже внесены, и, видимо, до конца года будут приняты, полностью изменят административное отделение Украины и внесут значительную децентрализацию по европейским образцам. И вторая часть этой децентрализации – это, конечно, то, что в эту систему децентрализации должны быть включены те части Донбасса, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории. И это определенная проблема в реализации формулы Штайнмайера, потому что в России это категорически не устраивает. Вот интересно, что в Донецке сегодня есть пятилетние дети, которые всю жизнь прожили в Донецкой Народной Республике, то есть они даже не знают, как было до. Что будет с этими территориями и какое вообще развитие событий вы видите? Ну, это проблема общая отторгнутых территорий. Понимаете, Эльза Слатаринья 44 года жила вне Франции, а потом в 1918 году вдруг опять оказалась во Франции. И таких проблем у разных стран бывает достаточно много. Мы сейчас о всех этих территориальных изменениях в 1945 году говорить не будем. Есть определенные наметки интеграции, реинтеграции Донбасса, но главная мысль, которая состоит в том, что нам не нужен социалистический Донбасс. Но, к сожалению, одна из проблем, почему это произошло, и России удалось разжечь этот сепаратизм, заключался в том, что нам в наследство достался социалистический Донбасс. Структура экономики Донбасса была социалистической. Эта экономика нам не нужна. Нам нужна совершенно другая экономика на современных основах. И это одна из главных мыслей. Сейчас обсуждаются различные варианты реинтеграции Донбасса. И в том числе и вопрос децентрализации. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашему эфиру. И вот, кстати, нам пишут по Фейсбуку. Сергей задает вам вопрос. Федерализация Украины – путь к миру или путь в никуда? Либерализация Украины? Ну, собственно говоря, мы с точки зрения свободы, Украина и в предыдущей администрации была достаточно свободной страной. Нет, федерализацию имеет в виду наш вопрос. Да, Юрий Борисович, федерализация. Вопрос состоит в этом. А, федерализация. Нет, вопрос федерализации не обсуждается. Украина не является в основе своей структурной, она не тяготеет к федеральному устройству, потому что те разные варианты и разные наши представления о разных областях Украины, они недостаточны и не имеют под собой серьезной исторической подосновы. Украина останется унитарным европейским государством, ну, например, как Польша, как Италия, с очень высокими полномочиями местных органов власти. И этого достаточно. У нас есть звонок сейчас. Да, только что было сорвался. Напомню еще раз, телефон прямого эфира. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Хотел задать простой вопрос вашему гостю. Он, когда говорит, он сам действительно верит в то, что он говорит. Потому что Украине, Донбасса, не видать как своих ушей. И еще большой вопрос вообще, сколько это государство в том виде, в котором оно есть, вообще протянет. А на чем основано ваше мнение? Вот вы делаете это как утверждение. На чем основано на том же, на чем... То, что я вижу и в нашей стране отчасти. То есть, все это разупиаренное, прекрасное евро-будущее, дружба с Америкой, Западом, территорий, отторгнутых от единственного реального, где они должны быть в составе Российской империи, это разбегание населения, угробленная экономика. Ну, в Украине то же самое происходит. Да, мы вас поняли. Ну, вот такой вопрос и реплика. Ну, понимаете, спорить с имперскими представлениями российских федеральных каналов, на мой взгляд, это совершенно безнадежное дело. Украину хоронят с момента провозглашения независимости. И каждый раз мы из Москвы слышим о том, что вам осталось совсем недолго, вот завтра, послезавтра. Но, как говорится, у вас завтра наступит дефолт. Вы завтра не выдержите, вам нужно выплачивать огромные суммы по кредитам и так далее. Но, на сегодняшний день гривна укрепилась на 21% с начала года. И доллар у нас значительно подешевел. У нас подешевел российский рубль. И в этом финансовая ситуация у нас такова, что в результате вот этого удешевления долларов, выплаты по внешним долгам Украины, уменьшились примерно процентов на 32-33%. Кстати говоря, не все в Украине довольны таким укреплением гривны. Потому что наши экспортеры, в частности, средств хозяйственные, на этом деле несколько потеряли. Поэтому, например, пик выплат долгов, которые есть сейчас у Украины перед международными кредиторами, Украина пройдет совершенно свободно, потому что в результате революции гривны золотовалютные резервы Национального банка значительно увеличились. И поэтому нас, когда я слышу из Москвы, что нам осталось совсем недолго, думаю, что мы еще настолько долго продянем, что их империя еще в значительной степени покачается. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернемся и продолжим. Украинский политический обозреватель Юрий Райхель с нами на прямой связи. И в следующей части будем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен» в студии работы Танна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами украинский политолог Юрий Райхель. Здравствуйте. Слышите ли вы нас, Юрий Борисович? Очень хорошо слышно. Да, у нас много звонков. Будем их принимать. Здравствуйте. Слушаем вас. Как это зовут? Меня зовут Андрис. У меня два вопроса. Первый по поводу Минских соглашений. Там есть около 10 пунктов. Да, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Мы их и слышим. Андрис. Алло? Да, сделайте потише приемник. Андрис, слушаем вас. Можно говорить? Да, говорите, пожалуйста. Там эхо было. Скажите, пожалуйста, есть установленный порядок выполнения вот этих пунктов. Там есть отвод войск, выборы. А, скажем, доступ Украине к своим наружным границам, которые контролирует Россия, если этому пункту установлено какое-то место в этих порядке выполнения Минских соглашений. Но в настоящее время одна сторона упрекает другую. И, в общем-то, непонятно, что происходит. Спасибо вам за вопрос. В Минских соглашениях не установлен порядок их выполнения. Они просто перечислены один, два, три, четыре. И это большой пункт, камень преткновения, потому что украинская сторона настаивает на том, что выборы свободные по украинскому законодательству, с допуском украинских политических партий, со свободными СМИ, в том числе и украинскими, которые будут, выборы должны проводить, украинская центральная избирательная комиссия. Ведь это же украинская территория, и Москва даже не возражает. И это все возможно только после того, как будут выполнены условия безопасности. От вывода иностранных войск, конкретно российских войск с этой территории, разоружения этих коллаборационистских формирований и контроля Украины. На первом этапе это могут быть международные контроли, миротворческие силы над российско-украинской границей. Если эти условия будут выполнены, то никто не возражает против того, чтобы были проведены выборы там. И население избрало свое руководство соответствующих областей. Но это полностью выводит Россию из игры. Это полностью девальвирует план по привязке к разжиганию внутриукраинских проблем. И Москва на это категорически не соглашается. Потому что если она выведет свои войска из Донбасса, то все рычаги воздействия на Украину у нее исчезнут. И тогда весь план Путина по собиранию русских земель он рухнет. Потому что Грузия ушла, Молдавия уже почти ушла, Украина если уйдет, то на очереди уже Белоруссия. Судя по поведению батьки Лукашенко, он тоже начинает вибрировать в направлении Запада. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Зеленский говорил, что он хочет, чтобы Донбасс и вторая эта республика мирным путем с ними как-то договориться, чтобы без войны они обратно вошли в Украину. И что дадут им вроде как больше полномочий. И в то же время один из ваших политиков заявил, что никакой амнистии этим, как вы говорите, коллаборационистам не будет. Так ведь если они будут знать, что и всех будут судить, и амнистии не будет, они же не согласятся. И это противостояние будет дальше продолжаться. Как вы думаете об этом? Спасибо. Зеленский не говорил о том, что он будет договариваться с коллаборационистами. Он говорил о том, что нужно договориться о прекращении огня. Договариваться с этими коллаборационистами и гауляйтерами, которых назначила Россия, не о чем. Нужно договариваться с Москвой. Как Москва решит, так и будет. В Донецке и Луганске никто ничего не решает. Что касается амнистии. Конечно же амнистия будет. И никто против этого не возражает. Но какая амнистия? Если человек с оружием в руках выступал против действующего государства, то никакое нормальное государство на это не согласится. И Россия в первую очередь восстанавливая конституционный порядок в Чечне, как они выражались, тоже не объявляла амнистию боевикам. Как они сказали. Если эти люди считают, что им в России лучше, то граница открыта. Пусть Россия их принимает. Никто их в Украине не держит. Если же люди вынуждены были работать на коллаборационистов. Это люди, которые там занимались просвещением, врачи, коммунальные работники. И они не занимались вооруженными столкновениями с украинской властью. То, конечно, им даже амнистия не нужна. Никто их, собственно говоря, ни к чему привлекать не собирается. Поэтому вопрос амнистии, это вопрос, он может решен быть тремя способами. Я сейчас не буду говорить о них. Но они есть в международной практике. И тот или иной вариант амнистии, несомненно, у Украины будет принят. Но те, кто запятнал себя человеческими жертвами, и в результате которых это произошло, ни на какой амнистии. Это уголовные преступники. И причем такие преступники, у которых на руках кровь людей. Конечно, никакой амнистии им не будет. И еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Я хотел бы спросить у человека, у вашего гостя. Ну, раз так все хорошо на Украине, почему у нас в Латвии столько украинцев, которых я лично общаюсь и лично с ними разговаривал, которые говорят, что вот их политика, которую они там ведут, они, многие сбежали. Я не говорю, что все. Но многие не хотят служить в армии, там, в этих АТО, там, где-то на Донбассе, ну, воевать. А они сбежали здесь, потому что в Украине, говорит, жить невозможно. Страна нищая. Спасибо. Да, спасибо вам, Александр. Вот такой вопрос вам задает. Никто не говорит, что в Украине все хорошо. Я этого тоже не говорил. Если вам кто-то это говорил, то я не знаю кто. У нас очень много проблем. И именно из-за этих проблем мы расстались с предыдущей администрацией и надеемся на изменения от администрации новых. По поводу того, что они не хотят служить в зоне боевого конфликта, так я вам должен сказать, что по призыву, во-первых, призыв в украинскую армию очень маленький. Там буквально 20 или 15 тысяч человек. А в зоне конфликта люди служат только по контракту. Исключительно по контракту. И никого туда насильно не загоняют. То, что говорят в Москве и рассказывают на федеральных каналах, это не соответствует действительности. А о том, что у нас очень большая проблема с тем, что наши граждане в европейских странах, в частности в Польше, в Чехии и так далее, ищут, где им можно заработать, так об этом все знают, об этом все говорят. И способы борьбы с этим исключительно экономический подъем. Будет экономический подъем, будет и уменьшение миграции. Но, кстати говоря, вопрос миграции, ведь он же совсем не такой однозначный, как это вот представляется. Да, конечно, сейчас украинские граждане едут в другие страны, чтобы заработать, потому что там они зарабатывают больше. Но в Европе это свободное передвижение. И, насколько я знаю, в Балтийских странах, в государственных Балтии аналогичная проблема. Поляки из Польши едут в Германию и Великобританию. Но сейчас уже Великобритании нет, а в Германии во Франции. Поэтому, если мы в общем рынке, в Европейском Союзе, то движение, свободное движение рабочей силы один из краеугольных камней этого Европейского объединения. И на это надо смотреть открытыми глазами. Что, конечно же, не исключает необходимость и срочную необходимость коренного реформирования украинской экономики и необходимости экономического роста не менее 7% тогда и наши люди с удовольствием вернутся обратно в свою страну. Много звонков у нас. Продолжаем их принимать. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот извините, вы, мне кажется, перепутали что-то. Вы сказали, что Россия назначила гауляйтеров. Насколько я помню, гауляйтеров в Украине назначала Германия. Ну, вы должны были так сказать, это знать. И у меня вопрос такой, вот в советское социалистическое время, которое вы так ненавидите, Украина была, занимала шестое место в Европе. Это космическая держава была. А вот скажите, пожалуйста, на каком месте она сейчас? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, я хочу сказать, что термин гауляйтеров употреблен не в его прямом значении, как это было во время Второй мировой войны. И это просто гауляйтеры, это были административные наместники Германии. Германия делилась на так называемые Кау и возглавляли гауляйтеры. Теперь по поводу того в советское время, да, конечно, вроде бы по статистике Украина была очень развитым государством. А кому нужно было это развитие, если от этой металлургии, которая отравила половину страны, мы сейчас не знаем куда деваться. У нас было крайне однобокое развитие. И потом, что производила украинская ракетная индустрия? Ракеты для вооружения советской армии? А зачем нам эти ракеты? Зачем нам баллистические ракеты, чтобы стрелять по Соединенным Штатам? Нам такие ракеты не нужны. Нам нужны ракеты для вооружения украинской армии, чтобы защищаться от агрессивного соседа, который покусил кусок нашей территории, я имею ввиду Крым, а теперь ведет необъявленную так называемую гибридную войну на Донбассе, в результате которой погибло 10 тысяч украинских граждан. Нам вот такие ракеты нужны. А баллистические ракеты, которые делались для того, чтобы стрелять через континенты и океаны, украины не нужны. Это Россия хочет быть всемирным государством, влиять на процессы в Африке, в Азии и так далее. Украина региональная страна. Нам надо жить в мире со своими соседями и с ними торговать нормально. И в том числе и с государствами Балтии, чтобы у нас было свободное транспортное коридор от Балтийского до Черного моря, и чтобы по нему свободно двигались товары. И мы могли бы их экспортировать и экспортировать. Вот у нас совершенно очень такие простые задачи. Поэтому сегодняшний Южмаш в городе, где я сейчас живу, он не занимается баллистическими ракетами, а с переснастраиванием производства на выпуск ракетного вооружения для нужд украинской армии, в том числе и на экспорт. И сейчас уже появляются экспортные заказы на украинское оружие. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Алло, как вас зовут? День добрый. Вы знаете, хотел немножко сделать такую корректировочку. Не так давно приехал с Украины, довольно достаточно долго был. И информация по поводу я ото владею. Но хотел бы ответить маленькая реплика тем, кто... Задавайте вопрос, очень мало времени, чтобы гость мог ответить. Это не интерактив. Просто конкретный. Скажите, пожалуйста, я достаточно часто, как ваше мнение, в Латвии смотрю телеканалы 112, News 1. Вы знаете, это каналы, которые я считаю абсолютно враждебные. То есть, если бы такие каналы были подобные в Латвии, Европе, я думаю, их бы давно поставили на место. Почему в Украине существуют эти каналы? и почему они имеют такую высокую степень свободы в работе? Это не есть мнение альтернативное, это есть просто мнение и канал враждебных государств. Да, спасибо вам. Это, конечно, очень сложная проблема, но мы должны смотреть с этой точки зрения, что у нас примерно 15-16% есть пророссийские ориентированные населения. И мы не можем полностью, как говорится, мы же не Россия, Украина не Россия, и мы не можем по российским каналам запрещать те каналы, которые нам в той или иной степени не нравятся. Да, есть определенные пределы этой свободы, сейчас это решается на законодательном уровне, но закрывать каналы вот так прямо, так как это делается в России, мы не можем, мы все-таки хотим быть европейским государством, и пока на сегодняшний день вопрос закрытия этих каналов не стоит, а вот ограничить антиукраин, антиукраинскую пропаганду в значительной степени заимствованной из российских источников, да, этим вопросом сейчас занимаются. Скорее всего, весной будущего года как-то это будет законодательно решено. Конечно, терпеть антиукраинскую пропаганду, причем худшие ее образцы, в том числе из федеральных каналов, конечно же, ни одного государства не будет, в том числе европейцев. Еще у нас есть звонок, послушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Олег. Да, Олег. У меня одна реплика и два коротких вопроса. Как ваш гость осознанно лжет, либо передергивает тот факт касаемо минских соглашений. Там очередность пунктов, четко прописано, их нельзя интерпретировать, как он тут рассказывает, сначала граница, вот и все остальное. Это два вопроса. Как он объяснит тот факт, что во время многочисленных обменов пленными, там практически сто процентов, собоих второй, это граждане Украины. Это первый вопрос. И второй вопрос, как объяснить тот факт, что сейчас гигантские очереди в Луганске, в Донецке, а там десятки тысяч людей стараются получить российское гражданство вот после недавнего там указа Путина. Спасибо. Да, спасибо вам. Значит, я должен вас несколько разочаровать. Среди 35 обмененных из Украины примерно половина это российские граждане. Поэтому это вопрос совершенно интерпретации совершенно неправильный. У нас еще остается в наших украинских местах заключение достаточно много российских наемников, которые попали в плен во время конфликта на Донбассе. Это первый вопрос, я на него ответил. И второй вопрос, я честно говоря... Очереди из желающих получить гражданство России в Донецке, в Луганске. Я вас тоже должен разочаровать насчет десятков тысяч. Дело в том, что недавно в Донецке, в частности, в Луганске был распространен документ, согласно которому все бюджетники обязаны получить российский паспорт под угрозой увольнения. Это вопрос о десятках тысяч. Мы, кстати, очень спокойно относимся к тому, что на этой территории люди получат российский паспорт. Ну, я знаю, пусть он будет у них, этот российский паспорт. Но самое главное другое, что люди, которые живут в Крыму, не хотят сдавать украинские паспорта. Об этом в России никто не говорит, а потому что для того, чтобы поехать куда-то в Европу по российскому паспорту крымскому невозможно, но это нужно уехать. Они приезжают на территорию Херсонской области, там открыты специальные пункты, и прогревают и обменивают свои украинские паспорта. Поэтому вопрос не в том, ну и что, будут иметь там люди два, и российский паспорт. На здоровье, если им так нравится, если они думают, что они когда-нибудь переедут в Россию жить, ну на здоровье, конечно, у нас же свободная страна, мы же не Советский Союз, что пограничные Карацупа с Джойбасом будут его охранять. Хочет человек уехать в Россию, пусть уезжает. Ему для этого нужен российский паспорт, да пусть получает на здоровье. Не нужен никто по этому поводу в Украине особенно, как говорят, где-то я слышал на российском канале, никто не парится по этому поводу. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Есть такой вопрос, скажите, а тогда посадят убийцу Спернянка, который бегает на свободе, и его никак не могут несколько лет посадить, а также убийцу Олеся Бузины, которые тоже на свободе живут очень хорошо. Я немножко не услышал, кого посадят? Про убийцу Олеся Бузины, кстати, в частности. Ну, это вопрос к правоохранительным органам, и это вопрос, конечно, сейчас будет в той или иной степени решаться, и у нас убийц не только Бузины, нужно найти и Павла Шеремета, и очень многих других украинских граждан, которые были убиты, и это были резонансные убийства. Да, этим вопросом сейчас занимаются, и может быть, наша новая обновленная прокуратура будет более активной, и следственные органы в этом отношении. Но когда их посадят, по-моему, никто не знает, даже генеральный прокурор, а я тем не буду. Еще звонок у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут? Как вас зовут? Добрый день. Алик из Юрмала. Да, слушаю вас. Вопрос такой, почему вторым государственным языком на Украине не может быть русский? Русские же не приезжие, не приехали там после войны, заселились. Где, ну, в других республиках это было, может быть, какая-то часть. А они же из покор века живут на этой территории. Да, спасибо за вопрос. Я вас должен тоже несколько разочаровать. Это тоже московская пропаганда. Дело в том, что по переписи 1926 года на территории Украины этнических русских было 19%. А то, что их стало гораздо больше, это результат голодомора и сталинской национальной политики. Поэтому говорить о том, что они испокон веку тут жили, это, мягко говоря, некоторое преувеличение. Второй вопрос. А почему у нас должен быть второй государственный язык русский? А почему не венгерский? У нас и венгры живут, у нас поляки живут, их достаточно много. У нас есть крымские татары, вот это действительно исходная их территория. И нам тогда нужно и крымско-татарский язык вводить как государственный. И потом, кто сказал, что наличие двух, трех государственных языков решает проблемы сепаратизма? Посмотрите на Бельгию, где три государственных языка, посмотрите на Канаду, где два государственных языка, а сепаратизм Квебека не уменьшается. И наконец посмотрите на Великобританию. Я уже про Испанию не говорил. А в Италии, например, один государственный язык итальянский, но это нисколько не уменьшает проблемы итальянского сепаратизма. Хотя там есть и австрийцы, в Тироре, и там тоже есть определенные проблемы. Поэтому гораздо проще решить этот вопрос. У нас один государственный язык украинский. Русский язык знает 95% населения. Никаких проблем с этим нет. Нам сейчас у нас прорабатывается закон о языках национальных меньшинств. И там будет решен вопрос в том числе и относительно русского языка. Я хочу сказать, что борцы за свободу русского языка и русского мира в Москве почему-то не хотят даже открыть одну украинскую школу на территории, где проживают этнические украинцы. Например, на Дальнем Востоке. А когда такой вопрос был задан, то сказали, да, мы можем, мы максимум рассчитываем только на воскресную школу. Так есть ли такие борцы за права национальных меньшинств в Москве? Давайте сначала откроем хоть одну украинскую школу в России, а потом будем говорить о том, сколько школ надо иметь русских в Украине. Давайте на правах взаимности так действовать. Но почему-то в Москве так действовать не хотят. И это нас настраивает на определенные размышления. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент. Доступим. Да, Юрий Райхель был гостем программы Украинский политический обозреватель. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.